Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обменная сделка, переговоры по которой шли достаточно давно, предусматривала некоторые из этих людей, которые погибли, были в этом списке. И выступил Бениамин Натаньягу и заявил, что Филадельфийский коридор – это обязательное условие сделки, хотя в первоначальном варианте сделки его не было, нахождение наших войск в Филадельфийском коридоре. Продолжение следует... Ну, давайте по порядку. Филадельфийский коридор, насколько это важно и насколько, так сказать, можно, находясь на этом Филадельфийском коридоре, контролировать ситуацию? Продолжение следует... Это домок разных аспектов или уровней, скажем, всего этого процесса, которые объединяются в СМИ воедино и получается какая-то непонятная картина. Если нет конкретики между тем или иным вопросами, найдет очень серьезный, скажем, спор между разными фигурантами этого процесса и нам, так сказать, непонятно, что имеет действительно в виду. Например, Натальяев заявляет, что весь вопрос коридора, так или иначе называем филадельфийский, это его интерес так или иначе сорвать переговоры, продолжить войну, у него есть политические, скажем, интересы. В то время как представители тех или иных оборонных ведомств считают, что это давно пора договариваться и нет смысла в том или ином коридоре. О чем речь в конце концов? А речь не о коридоре, а речь на вопрос, кончать или не кончать войну и на каких условиях. Это основное, и основное здесь в том, что в том мере, я считаю, что есть смысл сейчас кончать войну, конечно, коридор сам по себе достаточно важен, его нужно так иначе или обеспечить, или найти ему то или иное решение, потому что в том виде, в котором фигурировал до начала этой кампании, он действительно являлся и будет являться проблемой, надо это решать. Но выставляя это в ответ, скажем, всех других требований, это, по-моему, здесь нет баланса. О чем речь? Речь идет о том, что определенная часть израильтян, основная, я уже не знаю, считает, что эту войну надо кончать. Это означает, что в конце концов мы ее проигрываем. Об этом речь. Не выигрываем. И они готовы на это. То, что выставляют, что основное здесь заложники, это, конечно, важно, но это не основная суть, потому что мы получим заложниками, что дальше делать с этой газой. Своей стороны, Хамас, так или иначе, очень решительно настаивает и на коридоре, и на других вопросах, потому что он хочет, в конце концов, готово дать всех или больших участок заложников за мир. То есть, что означает мир, полный уход израильских войск, восстановление всего, что было разрушено, скажем, до начала этой войны, и продолжение руководства Хамаса и газа. То есть, это победа Хамаса. По-другому это не... Он говорит, давайте за тех заложников дайте им победу. И это не соответствует тем или иным, скажем, понятиям, которые фигуруют в этом вопросе. Те, которые считают, что можно сейчас пойти на сделку и этим самым кончить военные действия, не отвечают достаточно однозначно на вопрос, что это значит, в конце концов, насчет конца этой войны. И тут есть проблема. Потому что, вообще, нет проблем, потому что, если надо будет, мы заперем этот коридор и всю эту газу берем за несколько часов. Не, ну всю газу, не всю газу, но, в частности, министр обороны, в общем-то, нельзя сказать, что он вообще не понимает, о чем идет речь, да? Он все-таки генерал, он был... И, опять, Натаньяу, что в прошлом уже говорили так о Лимане, мы уходим, но мы вернемся, если надо будет, при первой же ракете, и это было сказано и по отношению к самой газу в свое время. Да, я помню очень хорошо. Когда Шарон объявлял это самое размежевание, основным тезисом было, что вот пусть только хотя бы один пистолетный выстрел раздастся из газа, мы сразу же их накажем. Ну, это использует Натаньяу в этом споре, якобы о коридоре, но, на самом деле, речь, по-моему, идет о том, какая часть системы, государство, население готово прекратить войну и отдать эту газу Хамасу и как-то там с этим жить дальше, потому что после 11 месяцев войны ничего хорошего там не предвидится. Есть, которые считают, что нам нельзя проигрывать на этой войне, потому что будет хуже. Ну, это вопрос... Так, а сделать как бы то, что называется, так сказать, проявить гибкость, то есть уйти с этого коридора, а через какое-то время вернуться? Так, все эти вопросы сейчас обсуждаются. Это ничего окончательного не было сказано, включая заявление Натаньяу. Это продолжается, и тут те, которые принимают участие в этом процессе, в переговорном процессе, так или иначе, тоже имеют сказать пару слов, как говорят. Это ребята, Соединенные Штаты и наши соседи, которые считают, что в тур войне пора кончать на тех или иных условиях и давят на Израиль, а Натаньяу, чтобы согласился на те или иные, скажем, условия, которые он не принимает. Именно ввиду того, что я уже сказал. Он не считает необходимость сейчас кончать эту войну. Нужны более конкретные достижения. У Соединенных Штатов свои проблемы, потому что получается, что они не сумели довести этот переговорный процесс до конца, и у них выборы на носу. Это негатив для авриканской политики, поэтому они давят на Израиль. И, вероятно, всего найдется какая-то формула. Из всего общего знаменитого всего сказано, это то, что, вероятно, всего Хамас выживет и сумеет так или иначе остаться в той или иной мере в Газе. Коридор ему необходим, потому что, в конце концов, это его, так сказать, возможность существования. Ну, как сказал Бениамин Натаньяго, это кислородный шланг, по которому идет, как бы, оружие, боеприпасы и все остальное. Общий знаменатель в той форме, что вот коридор будет контролироваться международными какими-то там силами. Так все же идет не по самому коридору, а под ним. Ведь все вот эти туннели находятся под коридором. Ну, хорошо, будут эти международные силы сидеть на этом коридоре. Это спорный вопрос. Я говорю о чем? Где будет компромисс? Вряднее всего это то, что предлагают американцы. Международные те или иные, скажем, силы при участии Соединенных Штатов, наверное, и, естественно, соседние, это не египтяне, не саудовцы и так далее. Это реально, но я не знаю, насколько это говорит, скажем, потребности Израиля, но есть такой вариант. И все остальное в той мере очень непросто решается, потому что остается Хамас, или кому-то передается правление Газы, и что делать с Хамасом? Хамас требует гарантий своего продолжения, во-первых, физического, во-вторых, да, политического, и держит заложников. И, как мы уже видим, достаточно жестко. Да, мало того, что держат, они дали приказ об уничтожении, то есть при приближении, при малейшем сомнении о том, что они могут быть освобождены, то есть дан приказ убивать. Это одно. А теперь к этому следует добавить, наверное, то, что Хамас не сам по себе, и вся эта история с Газой, это составная более широкого или более масштабной войны или противостояния, это Иран. И открыл семь фронтов против Израиля, только один из них это Газа. И все эти договорные процессы в той мере при участии Ирана, и при его так или иначе влиянии, давлении, и все, что с этим связано. И получается, что это не простой вопрос. Это надо разобраться, что мы делаем с Ираном, что мы делаем с Кизбалой. Все это ввязывается ли в общий знаменатель или нет. Если мы договариваемся сейчас с Газой, что будет в Ливане. Или нам придется отдельно потом разбираться с Ливаном, что будет на территориях палестинской автономии. Там идет по-настоящему сейчас достаточно крупная, не скажу война, но военная активность. Очень серьезная. Я говорю про Ирак и Сирию. И Йемен там с Куситами и так далее. Все эти фронты, все фронтов действуют против Израиля при координации или непосредственном руководстве Ирана. Это война против Ирана. И эта война Ирана, она не только против Израиля, она против израильских соседей, против Саудской Аравии, против других, и против Соединенных Штатов. В конце концов, Иран здесь выстраивает империю будущую. Параллельно готовя, скажем, ядерную возможность или опцию, что называется. И с этим тоже надо разобраться. Поэтому то, что Натаньял выставляет, высказывает или представляет, как вопрос той или иной безопасности по газу, он имеет в виду более широкий комплекс. Сейчас кончать войну означает, кончаем ли мы ее только с Хамасом, или мы кончаем ее в более широком контексте. Те, которые ведут с ним спор, этот вопрос так или иначе не обсуждают. Но все же, если бы, наверное, все это увязать, но это уже более широкий план. Мы сейчас говорили о Филадельфийском коридоре. Ну, кстати, еще пару слов о Филадельфийском коридоре, если позволите. Руководство Египта выразило крайное недовольство по поводу карты сектора газа, которые премьер-министр наш продемонстрировал 2 сентября на пресс-конференции. А причина в том, что обозначение Филадельфийского коридора как закрытой военной зоны, по мнению египтян, противоречит кем-дебетскому мирному договору. То есть это, на ваш взгляд, серьезно. Да, и, кстати, их Арабские Эмираты поддержали, там еще кто-то из, так сказать, наших соседей, так сказать, участников соглашения Авраама. На ваш взгляд, это, как вы любите говорить, риторика, или это серьезная заявка на то, что Египет чем-то очень сильно недоволен? Вероятнее всего, он чем-то недоволен. В любом случае, присутствие вооруженных сил Израиля в этом коридоре означает, что Израиль, Израильская армия находится в газе. Это это означает, ничего другого это не означает. И это не всем импонирует, в частности, египтянам. Они заинтересованы почему-то в полном уходе Израиля, Израильской вооруженной силы, сектора из газы. И, вероятнее всего, все остальные тоже. Они хотят видеть газу как, скажем, политически самостоятельную систему без внешнего вмешательства, в частности, израильтян. Об этом идет речь. А коридор, это, ну, якобы, его можно решить технически так или иначе. Тут вопрос, да или нет, будет полный выход Израиля из газа. И оказывается, что Египет и другие тоже поддерживают его на это. И то, что мы об израильских политиках и части общественности, именно так они настроены. Уйти со всем и сделают, что хотят. Но это уже мы проходили один раз. Ушли со всем, и они делали, что хотели. Но, кстати, египтяне, вот их вот это благородное возмущение, что это нарушение договора, что как же так. Но ведь, черт побери, ведь именно с египетской территории десятки туннелей под этим филадельфийским коридором, причем туннели, через которые проезжают автомобили грузовые. То есть это просто метро, настоящее метро. И неужели на той стороне, там же, извините, не густонаселенные, так сказать, города-мегаполисы, а там пустыня. То есть там вот стоит этот трофех, которым там три с половиной дома. Ну, я утрирую, конечно, да. То есть если бы египтяне очень сильно захотели, обнаружить эти туннели, их выход вот на египетской территории ничего не стоит. То есть, наверное, просто не хотят. Не хотят. У них свои интересы насчет Израиля в будущем, насчет Газы, насчет самих себя. Идет противостояние будущих, скажем, лидеров регионального значения. Это и Египет, это и Садовская Аравия, это и Турция, если хотите. Естественно, это Иран. И они противостоят друг другу сейчас. Они на этой, скажем, на этой площадке, они так иначе примиряются, показывают свои мускулы и другие возможности. И это все увязывается. Это, в конце концов, не только технические или условно боевые там те или иные события в Газе. Это региональный, очень непростой процесс. И, по-моему, глобальный тоже. В нем участвуют все основные державы в той или иной мере. И это составная, и они показывают, что они тоже здесь хозяева, египтяне, на виду. И без них не обойтись в будущем тоже. Это имеется в виду. Ну, так, в общем-то, никто не пытается без них обойтись. Наоборот, ведь наши неоднократно предлагали египтянам, так сказать, и войти даже в Газу, и, так сказать, взять на себя ответственность за Газу, и разбираться с Газой. Они же этого тоже не хотят. Значит, они хотят чего-то другого. Их тоже немало проблем дома, между прочим, у себя, в политическом отношении. Основная часть населения, вероятно, не поддерживает, скажем, египетский Ара, израильский мир. И готовы, так или иначе, принять участие в противостоянии и других, скажем, специфических развитиях событий в регионе. И тут идет риторика, пропаганда, воспитание, называйте, как хотите, но это все так или иначе действительно существует. И в Египте тоже. И не только в Египте. Все, которых я уже помянул, так или иначе, именно так рассматривают этот вопрос. И у них, так или иначе, население этих государств в той мере именно так относится к этому комплексу вопросов. Короче, не всегда позитивно. Ну, то есть, получается, что правительство, то есть, элита и руководство, они как бы заключают договора с Израилем, они ведут какие-то отношения, а то, что называется улица, совсем другой точки зрения придерживается. Да, и улица, она там так или иначе религиозно настроена, религиозная система, исламская система, в той мере влияет на это отрицательно. Не получается хорошего мира. Ацвин, ну вот вы упомянули Соединенные Штаты, администрацию Соединенных Штатов. Мы знаем, что там идет предвыборная кампания. Вот некоторые мои американские коллеги говорят, что вообще администрации сейчас настолько наплевать на Израиль, что они вообще, то есть, их вообще не интересует, что здесь происходит, их интересуют только выборы. А как вы считаете, насколько администрация Байдена, хромой утки, уходящего президента, вообще вовлечена в этот процесс? И какова их цель? Все-таки завершить по-быстрому войну? Или все-таки, значит, проявить себя там Байден, чтобы он там добился каких-то успехов, и как бы оно немножечко поправило себе биографию? Ну, то есть я внести какие-то там, исправить это, эти высказывания, потому что, в конце концов, всегда интересует, конечно, внутренняя политика, но все же при всех предвыборных интересах и проблемах, так или иначе, Соединенные Штаты не могут игнорировать внешнюю политику и ее место в этом. Но главная цена галлона бензина. Вот это главное. Это тоже, это тоже часть внешней политики, и она имеет экономическую сторону. От этого зависит. Она имеет и другие составные. И она не едина в этом мире. Идет противостояние против очень серьезных игроков на глобальном уровне. Поэтому я считаю, что Соединенные Штаты не заинтересованы в этой игре. Это неправда. Они очень заинтересованы, и они так или иначе должны проводить те или иные, скажем, политические инициативы, или шаги, или меры, сдерживание, как вы называете, и против исламского, скажем, радикального мира, а они угрожают Соединенным Штатам, и против России, и против Китая, и против еще знаете кого хотите. И они играют в эту игру тоже, естественно, в этом регионе. Поэтому уйти без какого-то решения означает, что они сдают позиции именно этим. Они не сдают позиции в Газе, они сдают позиции в регионе на глобальном уровне. Поэтому они должны так или иначе доказать на выборах, что они, да, ведут правильную внешнюю политику, что они, да, побеждают, и что у них так или иначе есть готовое решение, и что другие так или иначе поведут себя хуже. И в этом отношении, да, они заинтересованы в данном случае в выборах, но надо нам на этих выборах, в этой выборной кампании представить происходящее у нас, именно как достижение. В этом контексте им нужно достаточно быстро кончать войну, слишком долго она длится, безрезультатно, и предавить какие-то там те или иные договорные, скажем, результаты, за которыми стоят Соединенные Штаты. Это и есть составная выбора. То есть нужны козыри, да? Но мы позже немножко коснемся Украины, то есть, очевидно, что-то подобное есть и по украинской войне. Но я бы хотел, вот вы упомянули Россию, было сообщение о том, что российская армия создала новую опорную позицию в сирийской части Голландских высот, совсем близко от границы с Израилем. Ну и, кстати, вот является ли это угрозой для нашей страны? И сразу вдогонку второй вопрос, как бы. Вот каковы сейчас отношения с Россией? То есть мы понимаем, что они не самые дружественные, но в то же время у нас вот всплывла информация, что недавно генерал Гохман, это военный советник, премьер-министр Вениамин Натаньягу, ну, кстати, он выходец из Белоруссии, если не ошибаюсь, хорошо говорит по-русски, летал в Москву. Якобы там шли переговоры из-за заложников. Так вот, давайте про позицию на сирийской территории, ну и потом, значит, про наши отношения с Россией. Если начать с Сирии, то я хочу напомнить, что российские вооруженные силы присутствуют уже достаточно давно, с 15-го года, если правильно помню, в Сирии. И там находится ВВС, и там находятся ракетные части, там находится порт, и ВМС, и все, что с этим связано. И в этом контексте Израиль достаточно активно действовал, так говорят, в Сирии. И если бы был интерес конфликтовать, то было много возможностей. Ни Россия, ни Израиль не хотят конфликтовать с друг другом. Последнее, что нужно расти сейчас, это так или иначе вести те или иные военные действия, скажем, против Израиля, или не в пользу Израиля. В этом отношении любое там движение России, оно имеет другую подоплеку. Россия там присутствует, показывает, доказывает свою значимость, интересы, не более этого, потому что отдельно взятый тот или иной укрепленный пункт в Сирии против кого? Против израильских вооруженных сил. А против кого его делают-то? Это рядом с нашей границей. Это присутствие, это наблюдение, это, что называется, послание, не более этого. Не более этого. По-моему. Я, конечно, не знаю, но по-моему. То, что касается генерала Гоффмана и, между прочим, израильской правой, я не нашел упоминания об этом визите в израильских СМИ, между прочим. В российских было. Было. Нет, было в израильских СМИ, было, да, но причина была даже официальная какое-то там потом сообщение, постфакт, он летал до вот этого, до убийства заложников, да, и якобы, значит, речь шла чисто об освобождении заложников, в частности, об освобождении российского гражданина, да. Не было обсуждения этого вопроса ни в израильских или других СМИ, было упоминано только о заложниках. Я очень сомневаюсь, действительно ли это является причиной, потому что, в конце концов, для того, чтобы поднимать вопрос о заложниках, уже почти как год вопрос существует, и он обсуждается, и инвестируется, и так далее. Для этого не надо посылать приближенного премьер-министра, именно к россиянам. И они его, это генерал, это не какой-то там гражданский политолог или бог знает какой советник. Это очень серьезные представители, о чем они там беседовали, это не об этом или другом заложнике по моему, а тех или иных вопросах, касающихся интересов, двухсторонних интересов, и я не знаю каких, но я могу предполагать, вопрос идет, вероятно, всего в участии России в будущем, так сказать, процессе, переговорном процессе вопросов, касающихся палестинцев. Я напоминаю, что Абумазан, этот палестинец, был в Москве пару недель до этого. Не исключено, что именно этот вопрос на повестке дня между Россией и Израилем, насколько Израиль готов учесть интересы России или пригласить Россию на переговорный процесс, или бог знает что еще, или есть там те или иные российские инициативы, которые они передали посредством этого израильчанина в израильскому руководству. Все возможно. Но, по-моему, это обсуждение тех или иных приговорных вопросов, касающихся, скажем, договорного процесса в регионе. Ну, а почему не дипломаты этим занимаются? Почему послали военного советника премьер-министра в чине генерала? Это же чисто дипломатические вопросы. Ну, дипломатов там хватает, целое посольство сидит там и целое посольство сидит здесь, если нужно затронуть его просто. Можно было послать, конечно, представителей министерства страны, где более высокого уровня. По-моему, это очень высокий уровень, потому что человек из непосредственно круга премьер-министра так или иначе представляет интересы, вопросы, которые над правительством Израиля. То есть это все-таки больше говорит о том, что все-таки больше смещалось в сторону военных каких-то переговоров, раз он военный. На военных это обязательно так или иначе стратегический вопросов, да. Это военно-стратегический, политический вопрос, это комплекс. Это стратегический вопрос, который так или иначе или обсуждался, или был представлен одной из сторон, другой. И, по-моему, это действительно соответственно лицо. Не потому что он, в то или иной в мире, владеет русским А вот насчет этого как раз я хотел вас спросить, потому что у нас есть председатель Совета безопасности, СовБЕС, Совет национальной безопасности, ЦАХИАННЕКБЕ. Он может контактировать с соответствующего уровня чиновников в Москве. У нас есть дипломаты, а вот послали именно военного, причем именно военного, свободно владеющего русским языком. Да, поэтому это не для публичного обсуждения, не послали ЦАХИАННЕКБЕ и других, потому что это уже политик. Это были бы официальные визиты, да, тут это все было скрыто. А он не политик, он чиновник, не слишком высокого уровня, если сравнивать. По табельу о рангах. Ну, я думаю, что, как говорил Виктор Драгунский в книжке своей, горячо мной любимый Денискин рассказы, все тайное рано или поздно становится явным. Да, да, да. То есть, скорее всего, так и будет. Посмотрите, тут вопрос войны с Ираном, тут вопрос войны с другими его иранскими прокси в регионе. Тут есть интересы России более широкого масштаба. Эти вопросы тоже следует так или иначе учесть. И Россия вообще все это время войны и до нее, Россия так или иначе относилась, публично, в всяком случае, негативно к Израилю. Но не портила отношения и соблюдала двухсторонние отношения в полном формате, напоминаю. И в этом отношении тоже задавался у вас тоже вопрос, почему они это делают. И тогда мы, включая моего покорного слугу, отвечали, что у нее, вероятнее всего, будут интересы, для которых важно сохранить нормальные отношения с Израилем и не портить их. Потому что они очень пригодятся в будущем, когда начнется переговорной процесс или по палестинскому вопросу, или по региональным стратегическим вопросам. Так или иначе, надо говорить с Израилем, и для этого нужны эти двухсторонние отношения. Это составная именно этого процесса. Ну, продолжая тему России, не могу не задать вам вопрос по поводу визита президента Путина в Монголию. Я сейчас не хотел бы вдаваться там в детали, тем более, что особых деталей-то так и неизвестно. Но тут как бы интрига заключается в том, что Монголия является подписантом вот этого самого римского статута по признанию Международного уголовного суда. И, по идее, они должны были арестовать Путина, поскольку у них есть ордер. Они, естественно, этого не сделали. Значит, на них там посыпались шишки. Но нам это интересно еще с точки зрения того, что наши руководители тоже ходят под этой же статьей, извините за такое слово. И премьер-министр Бениамин Натаньяу, и министр обороны, еще там несколько наших политиков. На них вот-вот-вот могут быть выписаны ордера. По крайней мере, прокурор Мусс, он эти ордера потребовал. Как вы считаете, то есть, зачем Путин все-таки туда полетел, зная вот, что такая ситуация? Это просто вот попытка подергать этот международный суд за усы? И почему Монголия согласилась? Окей. Действительно, этот вопрос Мусс имеет второстепенное значение в этом контексте. Первое, это почему или для чего ему нужна Монголия. Не для того, чтобы проверить реакцию Мусс на его, скажем, на его поездки. А речь идет о том, что ему нужна Монголия как составная именно эта процесса, которую он реализует. Это евразиатское пространство, которое под его руководством расширяется постоянно. У него партнеры разного типа и калибра. И Монголия там как раз для Монголии очень замечается очень серьезное, скажем, место для ее присутствия и участия именно в этом контексте. И монголы так или иначе убедились, что действительно достаточно серьезно для их интереса. И поэтому все эти вопросы, касающиеся того, что Мусс описывали Мусс, это именно теперь действительно и для монголов, и для России расстепенное значение. Монголам было очень интересно провести именно этот визит, именно этот контакт, это означает, что они готовы на разные те или иные условия соглашений о будущих тех или иных совместных действиях. И, конечно, их тоже очень не беспокоит вопрос того или иного Муса или других. В этом контексте очень важно, что оба государства, скажем, сотрудничают именно в этом геостратегическом контексте. Ну, а продолжая вот про наших, то есть вот если будут выданы этот самый ордера, кстати, вот наш госконтролер, который несколько раз уже заявлял о том, что необходимо создать государственную комиссию по расследованию 7 октября. И вот это нападение и провалов, которые были допущены правительствами, что якобы это может в какой-то степени сам факт создания вот такой государственной комиссии притормозить, выдача вот этих ордеров. Что вы думаете по этому поводу? Я не исключаю эту возможность, потому что если идет так или иначе объективный юридический процесс, то он исключает внешнее, скажем, давление со стороны того же международного суда. В Израиле постоянно действительно существует или висит, скажем, этот вопрос, касающийся юридического, принципиального юридического присутствия военных и гражданских и политических международных вопросов. Потому что такое присутствие, контроль означает, что так или иначе процесс контролируем именно юридическими системами, поэтому нет смысла вмешиваться в них. А на данном этапе сочли необходимым так или иначе вести процессы против Израиля. Они были политически подкуплены, так что это не имеет никакого объективного, скажем, смысла. А теперь пересматривается этот вопрос, возможно, для того, чтобы доказать, что это было несправедливо, неправильно, если будут отменить те или иные политические или юридические международные ходы против Израиля. И для этого ведется этот разговор. Но чем он кончится, понятно, пока не знаем, но, вероятно, всего, ничего международного не будет. То есть вы считаете, что не будет выданы ордера на их арест? Я считаю. Ну, понятно. То есть интересно ваше мнение. Последний вопрос. Буквально несколько слов про события в Украине. Вот этот удар по Полтаве. Более 50 погибших. Украинские войска продолжают в Белгородской, точнее, в Курской области. В Белгородской там не особо у них получается. Что происходит? Идут ли, на ваш взгляд, вы несколько раз повторяли в наших программах, что, на ваш взгляд, идут контакты какие-то. И вот эти вот действия, они только, значит, направлены на то, что рано или поздно все-таки эти контакты к чему-то приведут. Давайте оставим контакты в стороне. Я сейчас имею в виду. Сейчас на футболе действие. Напоминаю. Хорошо. Украинские вооруженные силы присутствуют на территории России. Захвачены те или иные территории. Есть разные подробности, сколько там населенных пунктов, сколько человек и так далее. И они уходить пока не собираются. И наоборот, у России есть проблема их оттуда выдавить или вытопить. И это еще не конец, потому что не исключено, что украинские вооруженные силы смогут расширить. И так или иначе оказать очень неинтересное для России давление на нее с этой стороны. Во-вторых, да, сами украинцы тоже участвуют в нанесении ударов по территории России. На это ввиду ракетных, дроновых и любых других. Именно из этой коллекции вооруженных возможностей, которые у них есть. Россия уже достаточно давно, как минимум года, полтора, наносит удары по украинским инфраструктурам именно для того, чтобы достичь того или иного эффекта давления. Для того, чтобы так иначе заставить украинцев или остановиться, или сдаться, или дать те или иные возможности России выйти победителем или с минимальным ущербом из этой войны. И об этом идет речь. Поэтому Россия постоянно вносит удары. Это и есть ее важные возможности. На, скажем, в самом поле, так сказать, что называется у нас, да, на территории Украины российские вооруженные силы пока не достигают тех или иных, скажем, достижений территориальных. То есть существенных успехов, да? Хотя продвижение имеется, продвижение наблюдается. Вот это непропорционально интересно, скажем так. 20% плюс-минус территории находится под, скажем, контролем России, но большего она пока не достигла. Наоборот, украинцы сумели создать свой, скажем, выступ на территории России. В этом отношении единственная возможность давить на Украину. Это и на, между прочим, параллельно со стороны Украины, да? Но давить на Украину – это именно наносение ударов по очень чувствительным объектам, что и делается. И каждый раз повышаются или какие-либо, скажем, объекты и те или иные виды вооружения. На данном случае, например, по Полтайу были наносены удары ракетами, достаточно серьезными. Баллистическими, говорят? Да, достаточно серьезными ракетами, и это продолжится. И в этом отношении были наносены удары по Киеву, по Львову и так далее. Это должно так иначе привести Украину готовность начать переговоры и дать России целенные возможности выйти с достижениями из этой войны. Что об этом думают украинцы и так далее, пока не знаем. Они так или иначе не реагируют на этот вопрос, они реагируют негативно на удары России, но ничего пока не говорится о переговорном процессе. Тут не следует забывать, конечно, и НАТО, и Соединенные Штаты, которые ведут контроль за всем этим процессом. И они так или иначе будут те, которые примут решение по отношению, скажем, к интересам России или к требованиям России и позициям Украины. В этом отношении это да, увязывается с предвыборным. Да, так вот я и хотел спросить, это решение может быть принято до выборов или только после? По-моему, они не будут приняты до выборов любого вида, потому что так или иначе нормального, позитивного решения сейчас, которое повлияет на выборы, я не вижу. Но все может быть, все может быть. Пока они так или иначе контролируют систему, поддерживают Украину, в Украине нет проблем ни с вооружением, ни с экономическим составляем. Как, они все время говорят, что у них есть проблема с вооружением? Все время и самолетов не хватает, и... Денег никогда не хватает никому, даже самым богатым людям. Не, ну тех же самых самолетов им дали шесть, один они уже потеряли, так что... Один. НАТО это 30 государств, которые поставляют вооружение Украины. Россия производит в Самаре, покупает или получает у своих проксов. Из Ирана, из Северной Кореи, смотрите, куда же шли. Значит, у нее больше проблем именно в реализации этих возможных, чем у Украины. Украина получается в готовом виде. Да, у нее есть ограничения в тех иных видах вооружения получить или применить против России, потому что России угрожает ядерной реакцией на этот вопрос. Но все, что можно, они, да, они могут держаться. Это имеется в виду в том, чтобы они держались, не сдавались, и вынудить Россию именно этим процессом боевых действий на истощение, к, скажем, не скажу, полному выходу из Украины, но какими-то там более приятными для Запада условиям прекращения военных действий. То есть война на истощение. Спасибо. Спасибо большое, Цви Маген, политолог, дипломат, экспосовый Израиль в России и Украине. Спасибо, что нашли время побеседовать с нами. Наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. До свидания.